итак тема номер 82 у нас по учебному плану признание сделок с недвижимостью недействительными сокращенно я буду использовать этот термин признанка так называют и юристы называют ну и аферисты кстати тоже так называют признанка сокращенно значит что может быть признанием сделки недействительной то есть в каком случае такая в общем то неприятность может случиться ну первое обычная ситуация то есть заранее когда сделка совершалась в тот момент когда сделка совершалась никто не пытался и не думал ее признавать недействительно так получилось причем иногда так получилось впоследствии например помните я приводил пример три наследника продают квартиру ну будем считать что они добросовестные наследники не знают о существовании 4 внебрачного сына наследодателя все квартиру продали все нормально все хорошо появляется внебрачный сын наследодателя и в судебном порядке оспаривают сделку доказывает факт что он не знал о смерти своего отца ему сообщили позже но он такой же наследник а наследственная масса квартира уже продана значит вот так получилось второй случай то чего мы должны бояться больше всего но не то что бояться как в известном фильме говорится про жеглова и шалрапова а опасаться на самом деле значит это лжепризнанка то есть это афера причем квалифицированная афера который планируется заранее то есть сделка проводится таким образом чтобы потом ее в судебном порядке признать недействительной ну возьмем давайте клон нуклон по сговору то есть собственник вступает как говорится в преступный сговор с аферистом или там с группой аферистов которые говорят давай без тебя твою квартиру продадим а потом ее отсудим назад ну давай чего денег то не заработать только от тебя надо там в определенный момент когда мы скажем напиши заявление об утере паспорта он все делает что нужно подбирает двойника подбирает внешне похожего якобы он живет за границей якобы на эту квартиру сдал или даже там оформил договор доверительного управления по которому оставил все оригиналы документов и пошло-поехало конечно такая сделка будет потом признан ничтожной не имеющий юридической силы с момента и как говорится совершения ну и наконец третья разновидность тоже имеет место быть просто потом вы должны иметь ввиду что такие квартиры отмываются то есть выставляется на отмывку на продажу так называемой экспроприации экспроприаторов то есть ну классика жанра адвокат идет по улице у него бомж просит подаяния он ему дает денег значит соответственно ты чё квартиру свою там продал да вот у меня отобрали квартиру ну давай как говорится оформляй на меня доверенность пошли мы тебя вымоем приведем в порядок оформляй на меня доверенность я квартиру отсужу потом либо те куплю комнату либо условно выражаясь там денег дам ну давай чё пошли значит кто-то этого бомжа естественно обманул кто-то его выгнал на улицу а вот как говорится квалифицированный адвокат причем есть адвокатские бюро которые этим занимаются серьезно отсуживает эту квартиру назад у нынешнего естественно ее владельца якобы добросовестного приобретателя ну или рента очень распространенные пожилой человек заключил договор ренты но опять-таки заключил не с близкими родственниками с посторонним человеком ну ему выплачивают например там 10 тысяч рублей в месяц хотя вы должны сразу из зала сказать час нельзя 10 тысяч рублей в месяц минимум 1 минимальный минимум один минимальный размер значит прожиточного минимума не оплаты труда а он сейчас по московскому региону 15 с половиной ну ладно ранее был заключен было сказано 10 тысяч хотя и это можете мне возразить значит он должен индексироваться и вот на этом как говорится есть тоже специализированные структуры которые вот таких вот пожилых людей с кем заключен договор ренты значит скажем так обрабатывают им заявляют мы вам будем платить не 10 тысяч а 20 мы вам еще дополнительно вклад на вас откроем значит миллион триста в банке под восемь с половиной процентов годовых вы еще 7 тысяч будете получать проценты со вклада ежемесячно и пошло поехало значит соглашаются да договор ренты расторгает вот например вы заключили договор ренты с пожилым человеком они сами договор ренты расторгают основания для этого найдутся ну а потом конечно судьба этого пожилого человека незавидны срок доживания не более года ну ладно давайте к нашим бараном значит а так как каким образом совершается признание сделки недействительным где у нас сказаны основания совершения признания сделки недействительной какие статьи гражданского кодекса ведают какой соответственно схемой то есть мы будем рассматривать как схема обобщенная статья гражданского кодекса условия признанки признание сделки недействительной и реальные кейсы которые были на практике то есть на что мы должны обращать внимание обычно всегда на что обращать внимание я прямо на доске решу и восклицательный знак такой символ то есть это вот самое важное наверное на что нужно обращать внимание значит так если мы откроем гк если вы хотите откройте у себя у кого есть планшета у есть ноутбуки в гарантии в консультанте откройте начиная со статьи 160 вот просто тупо вбейте 160 гк рф и все последующие статьи которые будут потому что если вы открываете целую целую соответственно голову вот начиная со статьи 160 но я по старинке бумажный гк буду использовать в этом случае значит у кого планшеты ноутбуки есть откройте значит чтобы у вас перед глазами был текст была формулировка тоже текст естественно мы зачитывать не будем значит если посмотреть статью 166 гк то у нас есть два основания ничтожности сделки то есть извините недействительности сделки как раз оговорилась оговорился ничтожность сделки давайте вот здесь напишу такую небольшие две колонки ничтожность сделки и оспоримость сделки ну конечно безусловно среди нас здесь юристы присутствуют юристы знают ответить ответ на этот вопрос все таки что хуже ничтожность или оспоримой сделки ничтожность для того против кого естественно применяется признание сделки недействительной конечно ничтожность но опять-таки юристы профессиональные юристы это знают значит здесь есть одна такая тонкость значит ничтожная сделка ничтожна не действительно сама по себе уже по факту то есть суд в этой ситуации только применяет последствия ничтожности сделки а вот оспоримая сделка она именно оспаривается то есть неизвестно какое решение примет суд оставит сделку силе или нет это состязание сторон состязательность сторон адвоката со стороны условно рожать продавца адвоката со стороны покупателя ну и конечно не ангажированный будем считать судья если судью ангажировали ну сами понимаете чему это приведет так что оспоримость на самом деле это получше то есть есть шанс все-таки отбиться от этого а вот по ничтожным сделкам если суд конечно применит последствия ничтожности сделки все очень и очень кисло об этом чуть позже итак давайте сразу запишем все статьи все статьи гк какие у нас относятся к ничтожности какие относятся к испаримости и так ничтожность 163 164 потом можно будет сфотографировать и отойду от доски так с крайних рядов видно вот таким вот я пишу 168 часть 2 что у нас еще относится к ничтожности 169 тире 172 174 1 прим то есть точечка 1 это новая статья который ввели позже она называется прим 174 1 прим и 174 1 и 181 5 181 5 прим значит вот это у нас ничтожные оспорим их больше на самом деле 100 в 168 часть 1 173 173 1 прим 174 174 175 тире 179 181 4 прим и 183 сейчас я отойду соответственно можно сфотографировать ну или давайте еще раз я назову вот как раз вот да вот диаспоримой может быть это плохо видно 168 часть 1 173 173 1 прим новая статья 174 от 175 по 179 181 4 прим и 183 это соответственно у нас оспоримые сделки это соответственно вот мы их выделили как раз специально черным цветом это ничтожные сделки ничтожные сделки сам отвечаю на свой вопрос это гораздо хуже чем оспоримые сделки естественно для вас как для представителей покупателя все-таки вы представители покупателя а этого покупателя недобросовестный продавец или недобросовестные представители продавца точнее говоря в более широком смысле отчуждателя пытаются признать сделку недействительной и выселить естественно продав покупателя вашего клиента из честно купленные им квартиры вы можете конечно сказать а как же добросовестный приобретатель ну добросовестный приобретатель в самом конце нашего сегодняшнего занятия и чтобы добросовестный приобретатель был таковым, нужно выполнить очень много условий на самом деле. Ну вот это вот, если, значит, возможность есть, если у вас техника позволяет, сфотографируйте, потому что я, соответственно, сейчас это сотру. Значит, и еще нам нужно рассмотреть такие очень интересные вопросы по ничтожности и оспоримости сделок, прежде чем мы перейдем ко всем схемам, которые реально у нас на практике имеют место быть. Это сроки исковой давности и кто подает соответствующий иск. Ну давайте начнем с того, кто подает соответствующий иск. Значит, по ничтожным сделкам имеет право подавать иск любое лицо. Не только участник сделки, потерпевший, условно выражаясь, или якобы потерпевший, если это афера, а, соответственно, любое лицо. Вот вам стало известно, что, соответственно, у соседа или вот у этого бомжа, о котором мы говорили, отжали квартиру, значит, его выгнали на улицу. Теоретически и вы можете подать иск о применении последствий ничтожности сделки. Ну, это, конечно, никто не делает. Но, с другой стороны, по оспоримым сделкам такой номер уже не пройдет, вот по этим статьям. Потому что по оспоримым сделкам у нас четко сказано, что только лишь участники сделки и лица, указанные в законе. Все. То есть первый попавший любой из нас по оспоримым сделкам иск ну, подать может, но, соответственно, в иске будет, в принятии иска будет отказано, потому что вы будете ненадлежащим исцом. То есть можно, конечно, подать, но будет отказано. Так что, пожалуйста, это имейте в виду. В каждой статье сказано, кто имеет право подать иск. Ну, вот, например, там, где защита прав несовершеннолетних, значит, родители несовершеннолетние, его близкие и родственники, в том числе дедушка-бабушка, значит, да, дедушка-бабушка, значит, опекун, отдел опеки и попечительства, значит, четко сказано. Ну, естественно, прокуратура всегда имеет право, во всех случаях, значит, как надзорная инстанция, защищающая интересы, в нашем случае, граждан. А вот здесь вот может любой, а вот здесь еще не любой, не каждый может это сделать. Теперь давайте разберемся со сроками исковой давности. Значит, давайте вот здесь вот вверху напишу, на какие статьи нам нужно по срокам исковой давности обратить внимание. Значит, во-первых, это статья 181 ГК. Значит, это как раз специальная статья, посвященная в том числе сделкам с недвижимым имуществом, потому что это так, по другим ситуациям, которые иногда возникают в юридической судебной практике, значит, другие там немножечко условия. И вторая статья 199 ГК. Значит, там, соответственно, как подается ходатайство о применении срока исковой давности. Ну, сейчас не буду все эти юридические подробности, но имейте в виду, значит, ходатайство о применении срока исковой давности, оно не автоматически вот так вот возникает. То есть судья, если ему не подали соответствующее ходатайство, имеет право на это внимание не обращать. То есть надо еще выполнить одно юридически значимое действие, соответственно, подать соответствующее ходатайство. Ну, ладно, значит, давайте статья 181 ГК. Значит, в той редакции, которая действует сейчас. То есть старый кодекс бумажный, например, там, ну вот у меня какой у меня, по состоянию тоже уже немножко старый, по состоянию ноября 16-го года были изменения дополнения. Значит, старый кодекс бумажный лучше не использовать, потому что многое уже изменилось в реальности. Значит, наиболее актуальная информация, как вы понимаете, в гаранте и в консультанте. Ну, мы об этом уже неоднократно говорили. Практикующие риэлторы должны в первом приближении и на мобильных устройствах, и, естественно, на стационарных устройствах уметь пользоваться гарантом и консультантом. Если вдруг не умеете, в любом поисковике, тупо, статья 181 ГК РФ, вас сразу выкидывает на консультант, обычно в базе консультант первый стоит, ну или где-то там, посмотрите, гарант. Значит, и, естественно, в процессе работы, в процессе переговоров всегда на это нужно ссылаться. Итак, сроки исковой давности. Значит, ну вы, наверное, знаете, все, наверное, вы знаете, что общий срок исковой давности у нас 3 года. Но, одно маленькое но. Да, если вы почитаете 181 часть 1 по ничтожным сделкам, общий срок исковой давности применяется 3 года с того момента, когда началось исполнение сделки. Что у нас считается моментом, когда началось исполнение сделки? Напомните, а что-то я забыл. Подписание акта приемки передачи. Вспомнил, да? Помните, ну наверняка же вы читали любой более-менее продвинутый договор. Значит, настоящий договор считается исполненным при соблюдении следующих условий. И перечисление. Передача денег, что подтверждается распиской, подписанием акта приемки передачи. С подписанием акта приемки передачи. Правильный ответ. Это здесь, кстати, иногда химичат немножко. Значит, сознательно не выходят на подписание акта приемки передачи. Ну ладно, это не по нашей сегодняшней теме. Значит, и так, три года с момента начала исполнения сделки. То есть подписание акта приемки передачи. Но существует более широкий срок исковой давности для ничтожных сделок. Десять лет. Когда-то он был для всех. Потом этот десятилетний срок для всех в 2005 году переделали на трехлетний срок. А в 2013 году переделали обратно. Значит, и стало два срока. Один общий три года и один расширенный десять лет. Значит, десять лет для тех граждан, кто не является участником сделки. Значит, для участников сделки всегда три года по применению последствий ничтожности сделки. Для иных граждан три года с момента обнаружения ущемления прав, но не более десяти лет с момента, значит, исполнения сделки. Ну не пишите это, 181 ГК откройте, часть первая. Вот я вот буквально слово в слово сказал. По испоримым сделкам. А вот по испоримым сделкам ситуация очень-очень хитрая на самом деле. Потому что по испоримым сделкам действуют специальные сроки исковой давности. Не общие три года, а специальные. Хотя есть один три года. Сейчас мы до него доберемся. Значит, если читать дословно, 181 ГК. Один год с момента того, когда истец, ну или потерпевший, пострадавшая сторона, должен был узнать, вернее, узнал или должен был узнать, что его право нарушено. То есть, если более коротко сказать, один год с момента обнаружения ущемления прав. Вот это вот специальный срок исковой давности по умолчанию для оспоримых сделок. Помните, на одном из прошлых занятий мы с вами говорили? Один год с момента обнаружения ущемления прав. Один год. Помните, мы с вами говорили на прошлом занятии, что сейчас можно, в принципе, уже забыть о том, что в 92-м, 93-м, половина 94-го года родители не включали своих несовершеннолетних детей в число собственников при приватизации. Что? В 98-м. В 98-м тоже. Это уже было прямое нарушение закона о приватизации. Это уже ничтожные сделки. Это уже неоспоримость, кстати. Но сроки исковой давности прошли. Но в любом случае, сейчас уже эти сроки прошли, потому что, да, считалось, что один год, значит, в течение вот этого специального годового срока начинается с момента достижения гражданином, то есть бывшим ребенком совершеннолетия. А уже прошло больше, чем 19 лет. 19 лет у нас прошло в каком году? В 13-м году. Сейчас уже очень маленькая вероятность. Мы с вами разбирали гипотетический случай, что, например, молодой человек, будучи несовершеннолетним, совершил какое-то умышленное преступление, значит, сидел там в тюрьме, в малолетке, потом на взросляк его перевели, и вот только что он сейчас освободился. Вот тогда, да, теоретически суд может ему продлить этот срок. Но эта вероятность очень мала. Может, там один случай из 10-20 тысяч. Вряд ли вы с этим столкнетесь уже. Мы с вами говорили один год, ну, вернее, тоже и был, что, ну, ладно, давайте такие посмотрим. Укороченные сроки исковой давности. Ну, наверное, вы знаете, что такое ППП. Ну, ППП — это так мы называем, конечно, жарконный термин «отказ от преимущественного права покупки». Статья 250 ГК РФ. Значит, там, если вы обратили внимание или обращали внимание, установлены специальные сроки давности о переводе прав и обязанностей покупателя на другого участника общедалевой собственности. Всего лишь 3 месяца такой срок исковой давности. Значит, считается, что другой участник общедалевой собственности узнал или должен был узнать о том, что появился новый жилет в квартире на доле или в коммунальной комнате в момент его фактического вселения туда. А моментом вселения фактического туда что является? Точно так же акт приемки-передачи. Точно так же на этом химичат. Вот пусть идет и доказывает сосед, что он не вселялся. Вот у меня акт в акте 28 августа. Все, 3 месяца прошло. Иди-ка ты дорогой там лесом, куда подальше. И с очень большой вероятностью, значит, суд примет его сторону. Есть 6-месячные сроки. Например, вот по этим статьям 181.4 и 181.5 решения собраний. Там специальный срок для решения собраний, 6-месячный срок. Есть годовые сроки. А есть и трехгодовые сроки. Трехгодовой срок. Совсем недавно, кстати, изменения. Значит, эти изменения пока еще на уровне Пленума Верховного Суда. То есть ни в ГК, ни в семейном кодексе этого нет. Значит, четко прописано. Но это будет в ближайшее время, когда будут первые изменения, дополнения. Трехгодовой срок, специальный срок исковой давности. С момента обнаружения ущемления прав. Значит, если были ущемлены права супругов после расторжения брака. Сейчас наизусть не помню. Это, наверное, Самохина Ольга Николаевна. Кто к ней ходит на занятия, конечно, знает. Сказала бы сходу. Ну, соответственно, кто к ней ходит на занятия, узнайте у нее. Значит, если завтра будет у нее занятие, узнайте, соответственно, у нее. И тогда в следующий раз мне скажите. Ну, или посмотрю, а то просто забуду, конечно. Да, три года, но с момента обнаружения ущемления прав. Потому что многие считают с расторжения брака или с составления соглашения о разделе имущества. С момента обнаружения ущемления прав точно так же. Вот как раз было по этому поводу разъяснение Пленума Верховного Суда в этом году. Видите-ка? Так что... Что? Что? Когда человек узнал об этом. Ну, вот, например, соответственно, супруги разделили свое имущество. Значит, квартира номер один одному супругу, квартиру номер два другому супругу. Значит, супруг номер два свою квартиру продал, для примера. А по квартире номер один там возникли какие-то то, что называется, проблемы с супружескими долями или что-то еще, или претензии третьих лид. Потерпевший супруг при продаже квартиры номер два, которая уже продана, значит, может считать, что по квартире номер один, которая якобы ему или ей принадлежит, было ущемление прав и, соответственно, может претендовать на свою супружескую долю в квартире номер два. Это оспоримость, да. Ну, вот один из примеров, который первый пришел в голову. То есть, на самом деле, серьезная проблема. Вот такие вот решения. Дата развода не имеет. Нет, дата развода не имеет никакого. Ну, ладно, в любом случае, видите, у нас существуют специальные сроки исковой давности. И, конечно, вот эти вот тонкости, но, во всяком случае, профессиональные юристы, которые, безусловно, здесь присутствуют, конечно, должны знать. Так, стираю. И давайте начнем рассматривать все схемы, которые у нас есть. Ну, не все, конечно, может быть, что-то там не учли, безусловно. Значит, основные, скажем так, схемы. Признание сделок недействительными с точки зрения статья, то есть общая схема, статья и с чем вы можете столкнуться на практике. Да, у нас уже становится жарковато. Значит, если вы помните, там пульт кондиционера где-то есть. Через некоторое время, может быть, даже и откроем окно. Жарковато будет. Я предупреждал, что жарко будет, вы мне не верили. Значит, так, первая схема, первый блок вопросов. Несоблюдение нотариальной формы. И требование о государственной регистрации сделки. Ну, о государственной регистрации, правильно сейчас сказать, перехода права. Хотя иногда и сделка тоже. И сделки у нас подлежат государственной регистрации. Не все отменили государственную регистрацию сделок. Не всех сделок. Значит, несоблюдение нотариальной формы сделки и требования о ее государственной регистрации. Значит, статья 163, значит, здесь я буду писать буковку Н, это значит ничтожность. Буду писать буковку О, это значит, соответственно, оспоримость. Значит, 160, часть 2, тоже ничтожная. И, соответственно, 165, оспоримая. Вот рассмотрим случаи реальные. Итак, 163, ничтожность. Несоблюдение нотариальной формы сделки. Ну, соответственно, если у нас сделка подлежит обязательно нотариальному удостоверению, а регистратор, ну, вдруг такое случилось, пропустил ее в простой письменной форме, ну, это вряд ли, конечно. Ну, теоретически может быть случай такой, что, соответственно, у супругов доли, именно доли выделены по одной, второй доле, и, вернее, нет, у супругов общая совместная собственность, и один супруг другому дарит свою, соответственно, долю. Сначала же их нужно выделить, а потом уже дарить. То есть некоторые супруги, условно выражаясь, считают, что просто вот нужно оформить договор дарения и подать его на госрегистрацию. Вот как есть, я, соответственно, супруг, даю свою долю в общей совместной собственности. Одно свидетельство, одна выписка, значит, другому супругу. Вдруг-вдруг случилось такое, что регистратор пропустит такую вещь. Эта сделка ничтожна. Сначала нужно долю выделить из общей совместной через нотариуса, а потом совершать нотариальную сделку дарения одной второй доли, но она уже в нотариальной форме. Ну, теоретически, теоретически, в Москве не было таких случаев. Я слышал, что несколько таких случаев были в регионах, что вот так вот муж жене решил подарить свою одну-вторую долю невыделенную. И регистрация пропускала такие вещи. Ну, в Москве не было такого, конечно. Ну, конечно, здесь лже-нотариус. То, что мы говорили, соответственно, о прошлом занятии. Помните? Значит, как, соответственно, открыли лже-ноториальную контору. В жилой нотариальной конторе проводились сделки через депозит нотариуса. Причем у этого нотариуса и были единые нотариальные бланки, печать. В Малом Златоустинском переулке, помните, я приводил пример? Значит, открыли лже-ноториальную контору и отжали у, скажем так, приехавшего из Мурманской области, значит, там, помора Мамонта, или там, да, наследника Михаила Ломоносова. Значит, 14,5 миллионов. Значит, аферу, провернули аферу. Ну, вот, конечно, такая сделка, хоть, соответственно, она подписана сторонами, значит, хотя нет, она как раз имела юридическую силу, потому что это была ППФ, а они решили просто сделать нотариальный. А нет, 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 ППФ, да, имела бы. Ну, если там была бы нотариальная, соответственно, и сделали такую нотариальную, левую нотариальную, то, конечно, такая сделка ничтожна. Или лже-ноториальная контора в Новом Косино, где работал полностью клон нотариуса, нотариус Иванова Елена Александровна, работал полный клон этого нотариуса, там какие-то сделки тоже наверняка совершали. Естественно, такая сделка будет признана ничтожной. Сейчас в случае, что у нотариуса нет полномочий или у исполняющего обязанности нет полномочий, но это практически не встречается. Это было когда-то в свое время, что не было у нотариуса полномочий, не оформляли приказ Минюста о назначении на работу. Но сейчас этого нет, сейчас этого можно уже не бояться. Далее, 160, часть 2. Несоблюдение процедуры электронной цифровой подписи, ЭЦП, или какие-то злоупотребления с ЭЦП. Помните, разбирали, и будем ровно через неделю этот вопрос разбирать очень подробно. ЭЦП сейчас получить на самом деле, ЭЦП электронную цифровую подпись Росреестра для совершения сделок, получить легко, несложно. Это стоит недорого. Например, его можно получить по общей генеральной доверенности, где даже и не сказано получение электронной цифровой подписи. Проверен на себе, лично на себе. Еще в том нашем учебном потоке я специально на мою жену сделал общую доверенность, ну там совершение всевозможных сделок. И с третьего, четвертого удостоверяющего центра, который есть на сайте Росреестра, а не только на сайте Росреестра, никакими другими пользоваться нельзя категорически. Ну и чтобы сайт Росреестра был Росреестра, а не клон какой-то. Клоны тоже есть. Росреестра с двумя буквами там С тоже бывает. Или Росреестра.ком, или Росреестра.org. Такие тоже есть, если вы обратите внимание. Он внешне ничем не отличается от настоящего Росреестра. Значит, и так, в четвертом по списку, да, в трех не приняли, сказали, у вас нет в общей доверенности, в генеральной доверенности полномочий, что вы своему супругу, ну у меня еще с супругой разные фамилии, но все равно свидетельство о браке-то есть, есть. Значит, в четвертом ей оформили на мое имя электронную цифровую подпись Росреестра по общей генеральной доверенности. Где не было полномочий, я не давал полномочий оформить электронную цифровую подпись. Что? Да, да. Но не было таких полномочий, я не давал такие полномочия. Нет, если формально нужно выделять отдельно, конечно, отдельной строкой. Потому что генеральная доверенность общая, ну она более правильно, кстати, общая называется, термины генеральной доверенности нигде в законодательстве нет. Это жаргонное слово. Общая, соответственно, доверенность. Значит, в ней, значит, как вы понимаете, полномочий много, но вот чтобы получить электронную цифровую подпись Росреестра, квалифицированную электронную цифровую подпись, конечно, она должна быть выделена отдельной строкой. ну как же так я ее оформил за неделю это я делал специально что как проверка да ну многое из того о чем мы говорю надо же конечно проверено себе действительно соответствует действительно ли можно электронную цифровую подпись росреестр получить по то что называется гендоверенности можно можно о его право конечно он был бы абсолютно прав ну во всяком случае имейте ввиду с цп всевозможные аферы возьму имеет место быть вот если вот например вот так вот оформили удостоверяющий центр а потом вот взяли там я был как раз я это все дело перед тем там как уехать на майские праздники за майские праздники моей электронной цифровой подписью мою квартиру продали ну вот соответственно конечно если я смогу доказать что я не давал полномочий оформить электронную цифровую подпись это ничтожная сделка конечно однозначно дальше 165 оспоримое уклонение от госрегистрации это уже оспоримое это уже не ничтожное это уже соответственно оспоримое значит уклонение от госрегистрации если жарко включайте там кондиционер но просто температуру поставьте побольше день там 23 24 градуса чтобы вы не замерзли вон там вы включаете кондиционер потому что ведь ему окна к сожалению во время записи открыть не может значит так уклонение от госрегистрации ну давайте рассмотрим элементарную схему простейшую схему вы наверное знаете что с 13 года с 1 марта у нас договор купли-продажи мен и дарения наши традиционные вторичные договоры вступают в силу с момента его подписания сторонами то есть госрегистрация для вторичных договоров стала технической процедурой афера такая красивенькая регистратор да естественно мы этот случай рассматриваем когда в договоре занижайка заниженная стоимость без разницы если еще по старым правилам налогообложения миллиона квартира стоит 10 миллионов что по новым правилам гкн то есть кадастр 7 миллионов 07 от гкн 5 миллионов договорились указать в договоре без разницы здесь разницы никакой нет и так афера организует покупатель значит покупатель говорит регистрация там с моей стороны у меня есть хороший регистратор значит так везде там в центрах регистрации есть 12000 нам за 8 сделают ну все согласны и риэлтор со стороны продавца чего да ради бога хлопот меньше бегать меньше если у него есть возможность все зашли в банк все нормально все хорошо по какой-то причине в банке тормозится подписание договора ячейки возможно там это специально сделано чтобы вас так пому рыжить немножко чтобы в этом бдительность притупили немножко и приезжает регистратор была такая сцена ну-ка давайте быстро у меня соответственно сегодня еще пять клиентов вот здесь подпись здесь подпись здесь подпись быстренько давайте краски расписывать все я побежал то есть в этой ситуации продавец подписал договор купли-продажи до закладки денег в ячейку дальше рассказывать или сами догадываетесь да конечно потом продавец побежит как подорваны в этот же день в росреестр на тульскую если это для москвы значит отозвать регистрацию никакие документы я на регистрацию не сдавал ну и ради бога пожалуйста кстати тоже не так просто сделать делали тоже совсем недавно что нужно в срочном порядке было написать правда не при остановке об отмене как раз доверенности приехали на тульскую в экспедицию в 17 часов 15 до 17 часов 15 минут за час до окончания работы а там говорят а мы не принимаем сейчас заявление никакие сейчас только через мфц даниловский вот идите в мфц даниловский там подавайте а тут была совершена афера значит реальная афера нет реально писали там было кстати заявление возражение реально написали но клиент ну которого обманули мошенники он там просто скандал устроил то есть его там уже охранников вызвали его собирались выводить но все-таки скажем так приняли к сведению обстоятельства и приняли у него заявление кстати в мфц даниловский для перестраховки пошли ну там до 8 часов там нормально все работает но в любом случае вот такие вот вещи имеют место быть то есть да пусть бежит а мы со стороны покупателя подаем иск о принуждении его точнее говоря понуждение его государственной регистрации он же подписал договор подписал договор в договоре сказано 5 миллионов 07 от кадастра сказано 5 миллионов чё ты хочешь какие тебе 10 миллионов вот 5 миллионов депозит суда все подавись вот такая простенькая афера так что пожалуйста давайте нарисуем треугольничек значит никаких хватай мешки вокзал уходит значит пока деньги не заложены в ячейку значит никаких соответственно подписаний договоров быть не должно это очень распространенная ошибка ну что еще бывали случаи редко бывали случаи что можно сюда подвести это выхватывание расписки то есть опять-таки мы с вами говорили еще будем обсуждать этот вопрос по поводу расписок вот вы представляете интересы продавца продавцу предлагаете естественно написать расписку продавец пишет расписку всю полностью своей рукой все нормально продавец там никакая не старушка божий одуванчик который там как-то трясущийся рукой чет пытается написать вполне нормальный адекватный там человек пишет расписку внимание вопрос подпись сразу ставить или подпись ставить в момент окончания сделки получения обмена ключами нет мы представляем сейчас продавца в обмен на ключи до правильный ответ в обмен на ключи потому что теоретически у вас расписку могут выхватить то есть просто подбежать и выхватить такие случаи были и бывали случаи несколько раз был случай что расписку ну не подменяли вот ворох вот этих вот документов валяется и там как-то эту расписку они покупатели щемили сразу были случаи такие так что лучше конечно подпись поставить да когда уже получаете ключик значит тоже как восклицательный знак память дату как договоритесь вообще по умолчанию окончанием регистрации плюс там 12 дня да 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 просят да чтобы была она подписана ну тогда просто за ней конечно уже очень тщательно следить чтобы ее то что называется не потылили у вас но это как раз разговор будет через два дня то есть в четверг у нас будет тема хотя мы ее открыто не объявляли но будет у нас соответственно тема она будет называться в продава значит дорожная карта сделки и соответственно системы безопасных расчетов четверг сейчас не будем подробно тут вот есть место еще если хотите вот стульчик здесь есть в этот четверг то есть послезавтра продолжим но не продолжение мы немножко отвлеклись да подумайте для себя сделайте вот так вот подумайте для себя я этот вопрос ставлю как говорится в дискуссионном порядке потому что мне немного и в соцсетях в пабликах обсуждается все это а если у нас аккредитив или из кров нужно требовать продавца расписку или нет но подумайте мы еще раз этот вопрос обсудим но опять-таки здесь более правильно мы продаем или покупаем значит если мы соответственно вот здесь есть местечко значит если мы соответственно продаем то вы совершенно сказали справедливо никаких расписок мы никому не обязаны давать но вот если мы покупаем лучше все-таки соломку постелить следующий раз не сейчас не ну ну ладно обсудим давайте двигаться по на дальше по нашей теме следующее основание несоответствие сделки закону 168 1 оспоримая 168 2 ничтожная только только не про не они 1 часть 1 часть 2 неправильно написал 169 ничтожные сейчас проверю еще раз да да 168 часть 1 до 168 1 прим нет все правильно написал 168 часть 1 оспоримая 168 часть 2 ничтожная 169 ничтожная несоответствие сделки закону 168 часть 1 оспоримая ну скажем так добросовестное несоответствие закону хотя звучит немножко ну давайте правильно скажем неумышленное соответственно несоответствие закону неумышленное просто сделали техническую ошибку значит ну что здесь те самые технические ошибки кто из вас я не знаю присутствует сейчас в аудитории буквально два занятия назад рассказывали мне кто-то из вас рассказывал значит насчет того что в тексте договора купли-продажи человек состоял в браке а в тексте договора купли-продажи был указан человек браке не состоит кто мне эту историю рассказывал ну да среди вас нет наверное кто рассказывал не пришел вот является основанием признание сделки недействительной до регистратор это пропустил про хлопал ушами и причем соответственно это не заявление об устранении технической ошибки когда люди соответственно пошли регистратору сказали регистратор сказал а вы соответственно приносите новый договор переделывайте старый договор а ну вот ну вот вот реальный случай реальный кейс мы разбирали если помните там даже в коридоре там стояли разбирали это реальники гражданин стоит в браке а в тексте договора ну по неусма по недосмотру риэлторов или по недосмотру там участника сделки значит указали что гражданин в браке не состоит а у состоит в браке и там общее совместное Значит, вот такие вот вещи. Да, это по формальным соображениям, это основание для оспаривания сделки. Потому что, да, были ущемлены, такой фразой, ущемлены права, соответственно, другого супруга. А это со стороны продактации? Это, ну, составили договор, подмахнули, не читая, не глядя. Все. Вот такой случай. Это был продавец или покупатель? Это был продавец. Значит, дальше что может быть? Так называемая полисемия в адресах. Умное слово. Полисемия. Полисемия, да. Полисемия в адресах. Значит, соответственно, существует такой же адрес. Также недавно обсуждали в соцсетях. Значит, присоединили Новую Москву. В Москве есть улица Советская. И во Внуково, а нет, да, Советская или Московская, какое-то такое простое название. И во Внуково есть улица такая же Советская. И там есть дом 25, и там есть квартира 12. И вот люди неправильно указали. Значит, город Москва, Внуково забыли указать. Улица Советская. И далее по тексту. Значит, хотя в Росреестре был указан правильный адрес. Ну, им повезло, им сделку приостановили. Они говорят, а вот у нас адрес такой. Москва, улица Советская, дом 25, квартира 12. То есть поселок Внуково не указано. Сейчас же это муниципальный район Москвы. И он уже давно муниципальный район. Не с 2012 года, а еще там очень-очень давно уже муниципальный район Москвы. Вот полисемия в адресах. Ну или сам... Нет, приостановка. Все поправили, все нормально. Ну, регистратор увидел это. А так тоже, да, формально основание признания сделки недействительной. Ну или у меня в практике был случай. Улица Макаренко, дом 8, корпус 2, строение 2, квартира 8. Строение 2 не указали. А там есть строение 1. И в строении 1 тоже есть квартира 8. Вот такой случай был. Так что, пожалуйста, очень-очень внимательно. По строительным адресам тоже самое. Сами знаете по новостройкам, какие там строительные адреса бывают. Третья секция с угла там улицы риэлторов и пересечения улицы риэлторов и улицы пирамиды строителей. Значит, это все основания. Да, формальные основания, но основания. Ну это просто вот элементарная внимательность. Да, это оспоримости, да, это не ничтожности, слава богу. Раньше, кстати, было ничтожности. С 13-го года вот их разделили, вот эта часть первая, часть вторая. Значит, соответственно, ничтожность, сказано очень хитро. Нарушение публичных интересов третьих лиц. То есть если добросовестная ошибка, какая-то добросовестная ошибка, то есть неумышленная ошибка, привела к нарушению публичных интересов третьих лиц. Единственное, где использовали, значит, во время ночей длинных ковшей. То есть когда, соответственно, сносили вот эти ларьки, у них же у всех было свидетельство о праве собственности на руках, выданно государственной организацией, хотя там публично заявляли нашей власти, что это коррупционные и прочее, 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 что это оргпреступные группировки этнические строили, вплоть до этого заявляли. Ну вот как раз лазейки находили именно вот как раз по 168-й части второй. Значит, публичные интересы третьих лиц, под ним проходил трубопровод или там кабель, то что называется высоковольтный кабель, а это интересы третьих лиц, потому что этот высоковольтный кабель записан на соседний дом. А наличие этого ларька или там этого павильона быстровозводимого, пирамиды на Тверской, если помните, значит, не позволяет выполнить ремонт, и тогда там будет обесточен весь квартал. То есть находили лазейку, и вот это вот основание было на самом деле. Нет, не то, что их там по беспределу ковшом сносили, ну, вернее, сносили ковшом по беспределу, а потом уже задним числом все это находили, все эти основания. Ну ладно, редкий случай, так что пока, видите, нет. Нет, 169, ничтожность, значит, злонамеренное нарушение закона. Ну, это, естественно, подделка документов. В любом виде подделка документов, подделка правоустановки, то есть неправильно я, неправильно сказал, не документов, подделка правоустановки, именно подделка правоустановки. Конечно, если сделка будет совершена по поддельным правоустанавливающим документам, она ничтожна. Это понятно. Значит, другой случай. По дублигатам документов тоже можно подвести. Помните, мы с вами тоже обсуждали, еще будем обсуждать, что сделка завершилась, оригиналы документов по предыдущей сделке остались у продавца на руках. Вы их не погасили никак, ничего там не написали, никакой там уголочек не отрезали. Остались у продавца. Да, продавец может несколько там авансов по ним получить, как минимум. А может еще раз продать. Тоже ничтожная, естественно, сделка. Так что такие ситуации бывают, или вот еще что обсуждали. Кстати, интересный случай, тоже мы его обсуждали, если помните. Значит, согласие отдела опеки попечительства, в котором сказано, одновременно отдел опеки попечительства дает разрешение продать долю несовершеннолетнего ребенка с одновременным покупки квартиры в новостройке по договору долевого участия в строительстве. Как с одновременным, как вы это сделаете, вот объясните мне, как можно одновременно купить еще, соответственно, квартиру в новостройке по договору долевого участия в строительстве. Значит, самый известный нотариус, самый квалифицированный, я никогда под запись не называя ни чьи имена, ни чьи фамилии, отказался совершать такую сделку. Ну, нотариусы известные, которые на Дмитровке. Эти люди переделали, переделали, все переделали. Но могло же случиться, что опека там, то что называется, встала на упоры, и могли сделать подложный. Потому что Росреестр проверяет документы из опеки только по исходящему номеру. Вот в опеке есть исходящий номер, какой-нибудь там 7708, там 118, там 17. Вот только по этому исходящему номеру проверяют. Было ли выпущено такое, ну, естественно, разрешение опеки, это распоряжение главы муниципалитета, соответствующего района, а не опеки. Значит, и там бывали случаи, что, соответственно, бланк подделывали, он в сети напечатан, сделать можно, не проблема, номеронабиратель на обороте этого бланка, барабанчик этот подделывается элементарно, и принесли с формулировкой не одновременно, а в течение месяца. Формально это тоже подделка права устанавливающих документов. Правда, пойдет не по этой статье, по 171, извините, 173.1. Значит, ненадлежащее получение разрешения государственных органов. Ну, сейчас до этого еще доберемся. Да, сейчас проверю еще, я новые просто не все наизусть помню. Да, 173, 1 прим, то есть 173.1. Сейчас доберемся до нее. Значит, ну что здесь еще? Конечно, однозначно двойники. Значит, по всем двойникам ничтожная сделка, причем ничтожная сделка с односторонней реституцией, до этого мы еще с вами доберемся. По лжерегистрациям ничтожные сделки. Значит, сделка не зарегистрирована, не прошла госрегистрация. Значит, ну судится, но если, соответственно, смогут доказать в данной ситуации, что сделка не прошла госрегистрацию, то, конечно, эта сделка будет признана ничтожной. То есть просто на договоре купли-продажи поставили штампик и по такому липовому документу вскрыли ячейку, продавец вскрыл ячейку. Конечно, это считается ничтожной сделкой. Так что здесь оснований на самом деле много, но как раз ровно через неделю, значит, следующий вторник, следующий четверг, два занятия, двойное у нас будет, экспертиза документов. Самая наша, как некоторые почему-то наши слушатели, друзья в фейсбуке говорят, чумовая тема. Причем пишут чумовая с буквой А посередине. Чумовая. Ну ладно, это еще все впереди. Значит, давайте к нашим баранам. Мнимая и притворная сделка. Мнимая и притворная сделка. Значит, статья 170 ГК. Мнимая и притворная сделка. Она ничтожна. То есть это ничтожность сделки. Вот давайте разберемся, что у нас. То есть статья 170. Мнимые сделки, притворные сделки. Оснований очень много. Значит, мнимая сделка — это сделка, совершенная только для виду, без создания каких-либо юридических последствий для сторон. Притворная сделка — это сделка, совершенная с целью скрыть другую сделку, которая по отношению к притворной является подлинной. Значит, и мнимая и притворная сделка, если это удается доказать, считаются ничтожными, и суд применяет последствия ничтожности мнимой или притворной сделки. Ну, давайте по порядку. Так, первая мнимая сделка — оформление на подставного. Оформление на подставного — это, конечно, у нас больше к теме борьба с коррупцией. Потому что, естественно, государственные служащие, особенно если высокого ранга, не будет свою очень дорогую недвижимость оформлять на себя или на каких-то граждан, которые являются его близкими родственниками. Оформят на подставного. Ну, когда этот государственный служащий выпадет из обоймы, то есть, как это там называется, будет не все там нести еще на более высокий уровень и выпадет из обоймы, его там, условно выражаясь, арестуют, конечно, выяснят, что именно он проживал в этом особняке. А этот особняк там оформлен, условно выражаясь, на его водителя или на его телохранителя. Что с водителем будет? Вызовут его. Даже вызовут там неизвестно. Может быть, и в полицию, а может быть, и в ФСБ вызовут. И просто скажут, ну-ка, мил человек, сколько там у тебя была зарплата, сколько тебе платили, на какие-то там деньги особняк за, условно выражаясь, 100 миллионов долларов-то купил. Ну-ка, давай колись. Иначе пойдешь, как Ходорковский, за его неуплату налогов. Минимум на 10 лет лишения свободы. Ну, в любом случае, понимаете, о чем идет речь. Конечно, по иску прокуратуры такая сделка будет признана ничтожной. Типичная мнимая сделка. Переоформление на подставного. Переоформление. А вот это уже касается любого из нас. Не дай бог, не дай бог. Сегодня едете, поехали, кто на машине приехал, скользко, гололед, на пешеходном переходе сбили человека. Без разницы, насмерть сбили, тяжелые, тяжкие телесные нанесли. Значит, конечно, потом, соответственно, все лечение этого гражданина, а лечение у нас стоит недорого, навесят на вас. А у вас есть какое-то дорогое имущество. И вы завтра же, зная, что вам грозит, идете и быстренько делаете договор купли-продажи дарения, принадлежащий вам недвижимость, переоформляете на подставное лицо. Даже не на членов семьи, там, на лучшего друга, на лучшую подругу. Бесполезно. Значит, когда, естественно, дело дойдет до суда? Если задним числом. Задним числом, ну, можно, конечно, сделать задним числом, можно сделать задним числом. Но в прокуратуре-то, в общем-то, тоже сидят недураки. Они отлично понимают. То есть экспертиза будет, да? Ну, нет, ну, экспертизы, конечно, не будет, но, опять-таки, возникает вопрос, почему у вас договор был подписан условно же с 1 ноября, а на регистрацию вы его сдали вот только 29 ноября. Ну, теоретически возможно, теоретически возможно. Но, соответственно, если вы сделаете все это неправильно, то, конечно, по иску прокуратуры или по иску, соответственно, адвоката, представляющего интересы потерпевшего, конечно, эта сделка будет признана типичной мнимой. Что вы, зная о том, что вот совершили такое уголовно-наказуемое деяние, за которое могут, соответственно, ну, не это, конечно, конфисковать у вас имущество, или вот вы должны выплачивать какие-то большие, соответственно, денежные суммы, так называемые деликтные обязательства. Значит, вот вы взяли и избавились от всей принадлежащей вам недвижимости и транспортного средства тоже заодно. Конечно, такая сделка считается мнимой, понятное дело. Нет, с момента, естественно, подписания договора, но, как я уже говорил, в прокуратуре тоже сидят мне дураки. Ладно, давайте дальше. Любая муниципальная сделка, продажа муниципальной квартиры. Помните, мы с вами рассматривали случай через регион, через фиктивный брак, через сводного брата и прочее, прочее, прочее. То есть муниципальная квартира продается, но она же муниципальная, ее же нельзя продавать, она же оформлена гражданина по договору соцнайма, а он ее пытается всеми кривыми способами продать. Если поймают, ну, чаще всего стуканут соседи, особенно если это комната в коммуналке, что вот продали муниципальную комнату левым каким-то кривым путем, значит, напишут в ту же самую прокуратуру, то, конечно, в данной ситуации все основания признания этой сделки мнимой, все налицо. Сделка будет, естественно, ну, не признанно ничтожной, будут применены последствия ничтожности сделки. Так, еще редкий случай, но иногда встречается, просто имейте в виду в коммерческой практике. Обременение залогом. Антирейтинг. То есть анти, анти, то есть муниципальная, давайте напишем. Антирейдинг. Антирейдинг. Защита от рейдеров. Значит, какая-то коммерческая структура, ну, та же самая там, да ладно, даже на физике оформлено, на физическое лицо, значит, оформлено какое-то крупное, дорогое, нежилое помещение. Собственник боится, что придут рейдеры. Для этого, зная там как-то более-менее в любом банке, даже в небольшом банчке, там какого-нибудь руководителя на уровне зампреда и выше, говорит, давай я у тебя возьму фиктивный кредит, оформим кредитный договор, я его быстро погашу кредит, а залог мне не снимай, пусть висит залог. Если вы так сделаете, это типичная мнимая сделка, на самом деле. Нет, залог, то есть у нас, если, соответственно, полностью обязательства по кредитному договору выполнены, значит, и не снят залог, это основание применения последствий ничтожности мнимой сделки, потому что это было видно, что, конечно, это был технический кредит, чтобы вот так вот. Это можно, да, это можно. То есть тут есть лазейки, но рейдеры, кто занимается, как говорится, слиянием, поглощениями, рейдерскими захватами предприятий, они эту лазейку знают. Значит, вот это как раз основание для признания сделки мнимой. Дальше, притворные. Ну, классика жанра, дарение вместо купли-продажи. Дарение вместо купли-продажи. Ну, вы, наверное, знаете, это у нас делается для обхождения ППП. Ну, может быть, конечно, теоретически дарение вместо купли-продажи и просто совершено, но это с точки зрения налогов невыгодно. Дарение вместо купли-продажи. Значит, несоблюдение процедуры ППП, тот уже в явном виде. ППП — это отказ от преимущественного права покупки. Значит, вот сосед, один из соседей, вот его просто нет. То есть вручить ему нотариально заверенную оферту по определению невозможно. Никто не знает, где он. Он не числится пропавшим без вести. Просто никто не знает, где он живет. Куда оферту отсылать? Если он явится, у него возникает тот самый трехмесячный специальный срок исковой давности о переводе на него прав и обязанности покупателя. А у вас не вышел налоговый период. Вы не можете, соответственно, указать стоимость этой доли, рыночную стоимость. Вы делаете занижайку там. Ну, представьте себе, вот что делать? Дарение. Да, оформляем дарением. Но если сосед явится, и он сможет доказать, что дарение было притворная сделка, такая, естественно, сделка является ничтожной. Микродоли уже знают по этому поводу. То есть с микродолей тут номер уже не пройдет. Микродоля будет тоже признана притворной сделкой. Точно так же. Значит, дальше. Оформление боковых сумм. Боковик. Значит, рынок у нас квартиры 10 миллионов. В договоре 5 миллионов. 5 миллионов 0,7 от кадастра. Ну, по современным. Можно по старым правилам там 1 миллион даже указать. Ну, сейчас такое редко. Если, например, там было... Нет, боковик это относится к притворной. Нет, это колоночка вот так вот у нас. Я вверх пишу. Вот так вот. Ну, вы, наверное, знаете. Мы еще даже сегодня, наверное, успеем. Значит, все формы оформления боковика разберем. Значит, вы знаете. Расписка. Соответственно, обязательство выплатить денежную сумму. Соглашение неотделимых улучшений. Договор займа с особыми условиями. Допсоглашение к договору об изменении договорной цены. Да все что угодно. Естественно, в этой ситуации судьи отлично знают, что боковая сумма – это, конечно, типичная мнимая сделка. Пишите все, что хотите. И обязательство пишите. И, ну, нет, договор займа с особными условиями тоже пишите. Ради бога. Пишите. Ну, а соглашение неотделимых улучшений на 5 миллионов в какой-нибудь там недорогой квартире. Вот покажите, где за 5 миллионов. Нет, конечно. Ну, вернемся к этому вопросу. Ну, в принципе, квалифицированный адвокат, любой из этой вот пяти вещей, о которых мы сейчас с вами говорили, которые на практике у нас используются, любой квалифицированный адвокат уровня той же самой Самохиной Ольги Николаевны или же того же Сухова, значит, все это, конечно, камня на камне от этого не оставят. Все это разобьет. Все ваши вот эти боковые финтифлюшки. Как делать, это отдельный разговор. Вернемся еще к нему. Чуть позже, да? Ну, просто имейте в виду, что это вот как раз классический пример мнимой сделки. Значит, нецивилизованный заем. Нецивилизованный заем. Ну, вы знаете, сейчас в МФО, мы это на прошлом занятии разбирали, в МФО, в микрофинансовых организациях, иногда обманывают клиентам, им даже подпихивают договор купли-продажи с правом обратного выкупа. Но чаще всего подпихивают им соглашение об отступном. Задним числом, естественно, то есть передним числом подписано. Это вот сюда, к притворным. Значит, нецивилизованный заем МФО. Ну, я напишу просто МФО. Значит, нецивилизованный заем МФО. Значит, это тоже на самом деле типичная притворная сделка. Значит, если жертва МФО, у которого МФО, значит, или ростовщики, даже в более широком смысле, потому что МФО может через физиков это все делать. Не только МФО, как юридическое лицо, контролируемое формально Центробанком. Оно это все через физиков может сделать. Вот эти все вещи. Через аффилированных физиков. Значит, конечно, если квалифицированный адвокат, он все-таки жертву МФО может, как говорится, спасти. Отбить вот эти вот все их незаконные требования. Потому что основание, да, это типичная притворная сделка. Потому что основная сделка, конечно, была у него все-таки заем. Значит, вот такие вот особенности мнимых и притворных сделок. Значит, видите, много всевозможных случаев. Они часто у нас встречаются, с боковиками очень часто встречаются. Все зависит, скажем так, от квалификации адвоката и от, скажем так, ну, давайте назовем вещь так своими именами, порядочности и неангажированности судьи. Вот эти вот все вещи. Хотя редкая вещь. Дальше. Пороки дееспособности сторон. Стираю. Пороки дееспособности сторон. Пороки дееспособности сторон. Значит, что у нас сюда попадает? Полностью недееспособные граждане. Полностью недееспособные граждане. Статья 171. Ничтожность. Статья 177.2. Оспоримость. 177.2. Отдельно сейчас разберемся. Значит, 171. Ничтожность. 177.2. Оспоримость. Полностью недееспособные граждане. 177.1. В отношении которых было решение суда о признании их недееспособными. А вот 177.2. Оспоримая сделка. Что их впоследствии признали недееспособными. О, как здорово. Дальше. Поехали. Малолетние. Ну, малолетние редко, конечно. Просто напишем. 172. Ничтожное. Несовершеннолетние. Ну, напишу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Соответственно, 175. Оспоримая. Несовершеннолетние. Формально несовершеннолетний участник сделки должен явиться и сам подписать договор. Соответственно, иногда это забывают сделать. Иногда регистрация пропускает это. Ну, здесь, кстати, по всем этим статьям есть одна ссылка. Очень интересная. Насчет того, что если эта сделка совершена к выгоде недееспособного, малолетнего, несовершеннолетнего, то суд может не применять последствия ничтожности сделки и эту сделку не оспаривать. То есть, если удастся доказать, что эта сделка была совершена к выгоде несовершеннолетнего. Например, что-то там с опекой, даже не с опекой намудрили. Вот формальное основание, что несовершеннолетний у нас не подписал договор. Ну, соответственно, продали там комнату, где у него была доля несовершеннолетнего, а купила семья отдельную квартиру. Конечно, это к выгоде несовершеннолетнего. И, конечно, тогда оснований для оспаривания такой сделки нет. Дальше. Ограниченная дееспособность. Ограниченная дееспособность. Статья 176. По ограниченной дееспособным оспаримость. И 177.2. Тоже оспаримость. То есть, ограниченные дееспособные, опять-таки, 176. Есть решение суда о, соответственно, ограничении дееспособности гражданина с учетом того, что он употребляет спиртные напитки, злоупотребляет, наркотические, там, токсические вещества. Кстати, скоро уже, наверное, интернет-зависимость. Уже будет зависимость от соцсетей. Значит, игроманы уже есть такой термин. Кстати, даже сюда попадают игроманы, не только которые играли в казино или в рулетку, а те, кто дома сидит и в танчики играет круглые сутки. Родственники его тоже могут признать ограниченно дееспособным. Что? Нет, ну, в реальности, если то, что он сидит и играет в танчики, ну, конечно, играет в танчики на деньги. Не без интереса, а на деньги играет в танчики. Или там в преферанс, или даже в шахматы онлайн. И постоянно у него уже синдром игромании, то, конечно, близкие родственники. Покупки, к сожалению, никак. Здесь, соответственно, он признан уже недееспособным. То есть, извините, ограниченно дееспособным. А вот эти вот два случая, очень печальных случая, 177.2, значит, его, вернее, сделку можно оспорить уже после того, как она была совершена. И этого гражданина признали ограниченно дееспособным, значит, вот, даже там, через несколько лет. А если взять расписку о родителе, что ребенок у него в детстве, не страдает, что это нормально? Нет, тут мы не про ребенка говорим. Мы тут говорим про абсолютно взрослого человека, ограниченно дееспособного. То есть, вот представьте себе, сейчас гражданин абсолютно нормальный, адекватный. Прошел год-два, он, соответственно, оказывается алкоголик. Вот сейчас, вот в тот момент, когда мы с ним совершили сделку, он, ну, нигде у него, как говорится, на фейсе не написано, что он алкоголик, или что он наркоман, или что он играет в танчики на деньги. Через два года его признали ограниченно дееспособным на этом основании. После признания его ограниченно дееспособным на этом основании, 1772, по иску опекуна, то есть, извините, здесь не опекуна, а попечителя, значит, можно оспаривать сделку, которую он совершил два года назад. Вот, в том-то и дело. Это, кстати, это, кстати, у нас появилось, на самом деле, это у нас появилось только с 1 марта 2015 года. За два года было хотя бы одним прецедентом? Был, да, да, были уже. Да, были. То есть, это реально засада. То есть, вот работая уже, да, вот уже работая много лет в этом отношении, в этом направлении, вот даже не знаем, что делать. То есть, это реально засада. Что? Ну, пока никак, не придумали, как это сделать. А даже экспертиза в день сделки не поможет. А, при чем здесь экспертиза в день сделки? К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Ну, ладно, давайте этот блок закончим. Значит, 177,1. 177,1. То есть, часть 1. 177, часть 1. Значит, здесь что у нас? Сейчас еще раз уточню. Да, 177. Да. 177, часть 1, все правильно я сказал. Это у нас... Вот это я неправильно написал. Часть 2. Часть 2. Часть 2. 177, часть 2. Значит, 177, часть 1. Совершение сделки гражданином, который, соответственно, не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Ну, на самом деле, здесь это, как говорится, уже лет 20, если не больше, имеет место быть. Ну, самые известные схемы – это травма головы. Сейчас разберем ее. Третья степень алкогольного опьянения. Реже встречается, потому что сложно доказывать, нервное потрясение. Какое-то нервное потрясение. И тоже редко используется болезненное состояние. Ну, болезненное состояние в основном соматическое. Это редко. Значит, на практике чаще всего и проще всего реализовать аферу – это травма головы. Делается элементарно. Значит, сразу имейте в виду. Давайте нарисуем треугольничек. Треугольничек – это у нас внимание. Значит, имейте в виду. Реклама на объект подается не точно на этот адрес. То есть у нас электрозаводская 29, строение 1. А реклама подается 29, строение 2. Для примера. Или там дом 30. Там, правда, корпусов нет. Значит, в доме 30 квартира у вас, которую вы реально смотрите, на шестом этаже. А реклама подается на седьмом этаже. И фотографии подставлены немножко другие. Не те, которые там на самом деле подставлены где-то фотографии. Это первый звоночек. Второй звоночек. Клиент с вами, как с риэлторами, или даже если вы оппоненты по сделке, с риэлторами, со своим риэлтором, никакой договор не оформлял. Вообще никакого договора нет. Он сказал, будем работать без договора. Я честный человек. Мне некого обманывать. Мне вас порекомендовали. Тоже порекомендовали как хорошего, честного человека. Вы честный, я честный. Давайте дружить. Ну вот типичная вот эта вот мошенническая манипуляция. И третий случай. Сделка совершается без аванса. То есть нет доказательств, что человек заранее планировал совершать эту сделку. Вообще нет никаких доказательств. Ну без аванса он говорит. Ну и опять-таки честный человек, я вам верю. Зачем там? Какой аванс? Да не нужны. Я не буду брать чужие деньги, которые мне еще пока не принадлежат. Кто может сказать? Да я их пропью, условно рожать, или там потрачу на что-нибудь, а потом мне их отдавать назад и прочее, прочее, прочее. Нет, давайте в пятницу выходим на сделку. Ну не в пятницу, ладно. В среду выходим на сделку. Ну вот сегодня вторник, в среду выходим, завтра выходим на сделку. Я готов. У меня все документы есть. Что дальше? А нет, в начале я правильно сказал, в пятницу выходим на сделку. В пятницу. Сейчас выпал снежок на улице. Сегодня вечером он якобы идет, или завтра утром, желательно, чтобы там какая-нибудь камера еще была. И вдруг упал, подсказнулся, упал. Головой ударился там о бордюр, или там о поребрик. Лежит. Ну естественно, рядом с ним идут двое подставных, его соучастники. Вызывают скорую. Да, вот человек упал, не может встать. Приезжает скорая, его везут в больничку, он оживает, от госпитализации отказывается. Это его полное право. Пишет заявление, что он отказывается от госпитализации. Его пропускают через электронную базу, вот это вызово врача, как это там, ЕГЭ, тоже ИСН, да, не помню, как она называется. Ну вот если вы в муниципальной поликлинике записываетесь у врача, вам СМС-ка от нее приходит. Вот это вот ЕГЭ. Как? ЕГЭ, да, ЕГЭАС, да. ЕГЭАС, ЕГЭАС, да. Все его проводят через базу. На следующий день, то есть завтра он идет в свою районную поликлинику. Все симптомы, даже не сотрясение мозга, ушиба мозга. Все его научат. Там в глазах там мушки какие-то бегают, там рука одна трясется, голова болит, кружится. На госпитализацию. Нет, от госпитализации отказываюсь. Его право. Его не могут насильно госпитализировать, он же не буйный. В пятницу выходит на сделку. Дальше рассказывать? Дальше все понятно. Все. Потом, когда уже сделка совершается, причем деньги получает не сам, деньги получает по доверенности. Это отдельная песня, ячейка, оформленная на близкого родственника. Отдельная песня. Все. А потом говорит, вот тут, как говорится, меня куда-то привели, я подписал какие-то документы, оказывается, я квартиру продал, я не собирался продавать. Ангажированный судья этому верит. Ну, судью хорошо ангажировали, конечно. То же самое, третья степень. Ну, третья степень сложнее. На самом деле, где-то вот пишут иногда всевозможные риелторские байки. Риелторских байк же много у нас. Типа того, что гражданин вот совершил сделку, или там утром, условно говоря, совершал сделку, потом немножко отъехал, выпил стакан, и его гаишник остановил. Повезли его на продувку. А он уже там из машины вываливается. Не так это делается на самом деле. Значит, на самом деле, гражданин может день в день, может заранее сказать, я могу присутствовать на сделке 2 часа. То есть вот давайте на 9 там банк открывается, ну вот пол 11 мне надо уехать, потому что начальник мне поручил обязательно встретить, соответственно, в аэропорту там иностранную делегацию. Или мне на дачу приводят стройматериалы. Или мне там надо маму забирать из больницы. То есть я нахожусь на сделке там час-полтора. Ну, естественно, вы как люди цивилизованные, вы должны знать, что если такой начинается разговор, сделку надо переносить на следующий день. То есть участники сделки должны быть в этот день полностью свободны, чтобы ни у кого не было никаких планов. Потому что, извините, продаете там ни корову, ни бублик, ни кофточку, ни дырку от бублика. Продаете квартиру. Так что давайте оставим все планы, чтобы никаких планов у нас не было. Ну вот если вы его отпустили, опять-таки, да, а деньги из ячейки-то как? Ну вот брат придет, на брата я оформлю доверенность, он там все подпишет. Вот давайте где там договор подписываю. Все, я побежал. Ну и все. Дальше рассказывать? Значит, были случаи, когда муниципальная скорая помощь ему ставила капельницу с физиологическим раствором, со спиртом прямо в вену. Сейчас муниципальный это никогда не сделает. Ну, у нас же есть коммерческие скорые, которые занимаются вытрезвлением. Точно так же стоит эта машина за углом, якобы он тут валяется в канаве, якобы его там какие-то сердобольные люди подняли, погрузили в эту машину, значит, в 10.30 он вышел из банка, в 11.15 он в наркологичке, в наркологии третья степень алкогольного опьянения абсолютно никакой. Причем все нормально, то есть ему просто пока его везли, ему поставили капельницу, только не с водой, не с водкой, естественно, там надо рассчитать пропорции, все как правильно знают, как это делать. Все, в 11.15 он полностью никакой, хлам. А камера в банке? Камера в банке, да. Выключает камеру в банке. Не в каждом банке камера. Так что здесь все делается правильно. Но вот это вот реже встречается, потому что это сложно сделать. Чаще всего травма головы. Значит, пожалуйста, имейте в виду, значит, то, что мы говорили. Значит, если без аванса, без договора, квартира рекламировалась по другому адресу, мне нужно срочно убегать, и прочие вот такие вот вещи, это вот, может быть, вот это. Это, соответственно, да, это оспоримое, да. Не написал? Оспоримое, нет, это какая ничтожная. Это оспаривать, надо все доказывать, надо. Далее. Несоответствие волеизъявления подлинной воли. Несоответствие волеизъявления подлинной воли. Давайте разберемся, что это такое. Это, соответственно, статьи 178 и 179. Они обе оспоримые. Несоответствие волеизъявления подлинной воли. Несоответствие волеизъявления подлинной воли. Статья 178, кстати, в новой редакции она совершенно другая по сравнению с тем, что было раньше. Вот с 13-го года новая редакция. Она стала очень большая, эта статья. И все перечислено, по пунктам прямо перечислено, что сюда попадает. Так что внимательно почитайте, даже если у кого сейчас есть технические устройства. Прямо сейчас посмотрите, в перерыве, может, посмотрите. 178. Значит, совершение сделки под влиянием существенного заблуждения. Классика жанра. Что сюда попадает под 178? Приватизационные хвосты. Они же отказники, они же отказники. Приватизационные хвосты. Человек отказался от участия в приватизации. При продаже квартиры подает иск, именно подает иск о признании приватизации недействительной, об оспаривании приватизации. Потому что, естественно, в этой ситуации продажа квартиры, где он зарегистрирован и когда-то имел право на приватизацию, значит, приведет к тому, что он останется без жилья. Это действительно, что... То есть, он давал отказ от приватизации, существенно заблуждался по сути вот этих возникающих правоотношений. Да, пожалуйста. Говорили уже об этом, вы, наверное, в тот раз не были, да? Говорили. Так называемая четырехчастная страшилка на жаргоне. Я такой-то, такой-то добровольно отказался от приватизации. Мне известно о продаже квартиры там моим братом, условно выражаясь. Это не является ущемлением моих жилищных прав. Я обязуюсь сняться с регистрационного учета по этому адресу и встать на регистрационный учет по другому адресу. Нотариальная страшилка. Да пусть он снят уже, но просто, что он в будущем, все равно это не спасет. Нет, это не спасет. Значит, ну кто ходит к Самохиной Ольге Николаевне на занятиях, она рассказывает, как надо в этой ситуации делать. Надо делать возмездный договор, хотя бы на символическую сумму, тысяч на сто. Но, что по возмездному договору, то есть он фактически оценивает свое право приватизации там в 100 тысяч рублей. Можно трехсторонний, кстати, сделать. Продавец-покупатель, хвост. Да, да, да. Один год. Если есть заблуждение не касательно недвижимости, делов с недвижимостью, а, например, доверительное управление, тоже можно? Тоже можно, да. Ну, по доверительному управлению редко. Нет, были-были случаи по доверительному управлению, но там опять-таки, да, там расторжение договора доверительного управления или расторжение, например, договора аренды или там договора найма. Ну, чтобы по доверительному управлению продать в собственность кому-то. А возмездный договор? Нет, здесь возмездный договор, если, соответственно, собственник один, то можно в простой письменный. От кузняков 2? Если от кузняков 2, но у них же нет доли. То есть в законе 172 ФЗ, который печально известный от 2 июня. ППФ? Да, можно ППФ, да. Ну, главное, чтобы он возмездный был, хоть символическую какую-то сумму, ну и расписку. Что там должно быть практически на конкретном стоянке? Ну, сейчас это очень долго рассказывать, да, это мы просто, да. Ну, просто имейте в виду, что здесь нужен возмездный договор с хвостом, а иначе хвост в любой момент, он же сохраняет право пользы. Что? Да, расписку обязательно. Это отдельный договор, правильно? Да, да, да. Если он отказник, а есть еще старость, то ему все равно. Все равно, да. Что? Ну, он сказал, что он рассказывает, что один суток, он умирает. Нет, уже нет. Потому что это право пользования, да, конечно. Только право пользования. Дальше. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. То, что мы с вами говорили в самом начале. С бабушкой был заключен договор ренты 10 тысяч рублей, и все. Значит, пришли лихие люди к бабушке и сказали ей, бабуль, будем тебе сразу платить 20, и еще тебе, соответственно, разместим на счете, значит, чтобы ты еще там с депозита имела. То есть миллион 300 мы тебе еще там в хороший банк положим на счет. Еще 7 тысяч будешь иметь в месяц. Расторгается, естественно, договор, особенно не ренты в чистом виде, а договор пожизненного содержания с иждивением. Его расторгнуть гораздо легче, чем договор ренты на самом деле. Потому что, конечно, судьи всегда верят несчастной бабушке, которая говорит, что я рассчитывал совсем на одно, а здесь совсем все по-другому. Помните? Он расторгается? Да, конечно. Он, нет, он оспаримый, это оспаривать его надо. Помню? Нет, ну, вы, наверное, знаете, известная старушка-разбойница, она все-таки сейчас покинула мир иной, который 4 раза, старушка-разбойница ее знает с улицы Вавилова, с улицы Гарибальди, это был угловой дом, его, кстати, снесли. Гарибальди 13 у него был адрес у этого дома, угловой. Вавилова и Гарибальди. Бабушка 4 раза признавала договор по жизненному содержанию с иждивением недействительным. Что? Да, естественно, ее право, но... Да, да, конечно. Нет, ну, на самом деле, на самом деле, это отдельная песня. Значит, будем ее разбирать через неделю. Ну, реально, бояться надо где-то год, потому что могут появиться наследники, но это по-другому делается, не через это делается. Это делается по-другому. Там как раз признаки ничтожности, и там прокуратура это будет, соответственно, делать. Ну, расскажу, как это делается. Это делается. Так, давайте, соответственно, двигаться дальше. Значит, дальше. Расприватизация. Расприватизация. Ну, аферы считать расприватизацию, конечно, не надо, но гражданин, у которого квартира в собственности, по приватизации, в порядке приватизации, в прошлый раз или в какие-то прошлые разы мы с вами об этом говорили, может, соответственно, оспорить эту сделку, значит, что приватизацию он совершил под влиянием заблуждений, имеет существенное значение. Сейчас пришел налог, а этот налог мне платить не по карману. Сейчас взносы за капремонт, а у меня нет денег, и мне нечем платить за капремонт вот этот взнос. То есть, кто у нас, если у нас муниципальная квартира, граждане же освобождены и от налогов, и освобождены от взносов на капремонт, там еще определенных позиций. Вот, переведите квартиру в муниципалку. Все это, вот это основание, 178. Далее, сезонное состояние квартиры. Сезонное состояние квартиры. Реальный кейс. Значит, семья проживала в Краснодаре, в хорошем климате, причем делали натуральную мену квартиры в Краснодаре на квартиру в Санкт-Петербурге. Значит, делали потому, что там в семье, ну там семья была неполная, то есть, мама и двое детей. Старший сын, соответственно, поступил в военно-морское училище в Санкт-Петербурге, и они сделали мену Краснодар на Санкт-Петербург. Но младший сын страдал астмой. А в Петербурге зимой, осенью, условно выражаясь, погода, сами знаете какая. И дом, ну, вернее, квартира, там на стене, оказывается, начал нарастать грибок. Это было основанием, что договор, признать договор мены квартиры в Краснодаре на квартиру в Санкт-Петербурге, значит, оспорить этот договор. Потому что они заблуждались о характере, значит, проживания в этой квартире. Что там вот грибок, неподходящий климат. Ну, грибок скрыли, естественно. Его там замазали, условно выражаясь. А зимой он начал расти. А сделку они совершали летом. Да, значит, сезонное состояние квартиры. Значит, еще, кстати, давайте нарисуем восклицательный знак. Вот здесь нарисуем. Говорили уже об этом, еще поговорим. Значит, для квартир дома не рассматриваем. С домами это очень спорный вопрос, потому что сейчас, конечно, покупателей на дома нет, и собственники домов готовы на любых условиях, только чтобы у них дом купили. По квартирам. Категорически не рекомендуется пускать в квартиру пожить нового собственника до подписания акта. Некоторые идут на поводу, что типа того, что все вот у нас право перешло, да, да, пустите меня пожить. Я там готов даже платить. Приходят в квартиру, а там скрытые недостатки. Значит, например, вот реальный как раз кейс. Естественно, новому собственнику об этом никто не говорил. Этажом ниже живет псих, который в 2 часа ночи начинает стучать металлическим предметам по батарее. Днем он спит, а ночью он каждую ночь стучит по батарее металлическим предметам. Он псих. Вот он, я уже стер, 171, как говорится, часть первая. Он псих. Все. Это, соответственно, да, существенный недостаток квартиры. И это были основания для оспаривания сделки. Сезонное состояние. Да. Что? После подписания. Нет, нет, после подписания это гораздо сложнее сделать. Но если он не подписал акт, вы же, как представитель покупателя, значит, да, договор у нас считается неисполненный, его там можно оспаривать, соответственно. Ну, есть пути, как его оспаривать. Но если он подписал акт, теоретически это тоже возможно. Потому что Питер на Краснодар акт, естественно, был подписан. Но там было в явном виде вот эта сезонность. А тут этот псих, видите, существенный недостаток. Он тоже может осеннее обострение быть, а летом опять не быть. Да, летом может не быть, да. Ну, просто к чему разговор? Что пока акт не подписан, пускать вот сюда вот кого-то. Ну, не надо это делать. Так, ну, давайте коротко, соответственно, 179-е. Тоже оспаримое. Совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угроз, кабальная сделка, злонамеренное соглашение сторон. То есть, если почитать статью 179, перечислено очень много всего. Но на самом деле большинство не работает, слава богу. Значит, так, совершение сделки под влиянием, соответственно, обмана и насилия. Обман у нас это будет статья 159 УК, мошенничество. насилие, чаще всего это будет 163 УК, вымогательство. Соответственно, заявить можно все, что угодно. Гражданин может заявить, вот, соответственно, меня там похитили злые люди, привезли куда-то, приставили пистолет к виску, сказали, подписывай. Вот я и подписал. Реальный, кстати, был кейс. Значит, говорил так, что меня завели в какое-то там помещение, я смотрел альтернативную квартиру, меня куда-то завели в какое-то помещение, значит, там, приковали чуть ли там не наручниками к батарее, и открыли, соответственно, чемоданчик, в котором были хирургические инструменты, и сказали, мы тебя сейчас резать будем. Я испугался, меня переклинило, я подписал все, что мне сказали. Нет, это в простой письменной, договор купли-продажи в простой письменной форме, да, его квартиры. Что? Нет, доверенности никакой не было, потом, да, потом, в данной ситуации это все можно было по 165-й, понуждение государственной регистрации, он же подписал договор, это же его подпись. Докажите, что его там приковали к батарее, и какой-то там чемоданчик, это был не мой чемоданчик, открыли. Невозможно доказать. Не работает. Не работает, нет, не работает в данной ситуации вот этот весь бред. То есть, если будет, конечно, возбуждено уголовное дело, шансы какие-то есть, но очень небольшие. Любую, конечно, конечно, во в том-то и дело, что любую можно, да, что мне там, как говорится, приставили пистолет к виску или сказали, что если ты не подпишешь этот договор, то ты через неделю получишь по почте там голову, отрезанную голову твоего ребенка. Ну, это уже страшилки из 90-х. Но даже в 90-е это не работало. Это даже в 90-е не работало. А вот кабальная сделка теоретически возможна. Значит, сделка, совершенная на крайне невыгодных условиях. Помните, мы с вами говорили, частный случай рассматривали, ремонт за счет агентства, совершение ремонта в квартире за счет агентства. Значит, агентство за свой счет сделало ремонт в квартире, вот здесь вот, хозяин пришел, говорит, о, какое замечательно здесь все стало. Я не буду продавать квартиру. Да, сколько там я должен? Ну, не беспокойтесь, я заработаю деньги. Сейчас у меня денег, конечно, нет с собой. Ну, когда заработаю, когда рак на горе свистнет, я с вами обязательно рассчитаюсь. И я вас везде буду рекламировать, какое замечательное, хорошее агентство. Какое мне замечательное сделало ремонт. Ну, мы с вами говорили, договор бытового подряда со сметой, соответственно, с актом о выполненных работах и прочее, прочее, и прочее. И говорили, что такое кабальные сделки. Кабальные сделки по таким договорам трехкратное превышение. То есть нельзя, если мы здесь вот реально не в этом помещении, здесь, конечно, дороже, в квартире там потратили 200 тысяч на ремонт, писать миллион в смете. Потому что, конечно, это типичная кабальная сделка. А вот, соответственно, где-то с поправочным коэффициентом там 2,5-2,8, то есть мы 200 тысяч потратили и написали в договоре 500 тысяч, в смете составили, смету 500 тысяч, тогда все нормально. Ну, кстати, к кабальным можно теоретически отнести и золотые унитазы в соглашении о неотделимых улучшениях. Какие тут вот по соглашению о неотделимых улучшениях ремонт на 10 миллионов? Вот где вот, покажите, где здесь ремонт на 10 миллионов? Ткните мне пальцем. А в соглашении о неотделимых улучшениях ремонт на 10 миллионов. Вот здесь, вот в этом помещении. ну боковики сейчас в конце еще обсудим но боковики кабальность бывали случаи бывали случаи подавали иски но здесь наоборот все судьи знают что это такое и конечно в исках большинстве было отказано ну и наконец то самое хорошо нам известная скрытка значит перекуп адвоката и прочее 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 то есть риэлтор или юрист значит покидает своего клиента и совершает дело сделку в ущерб его интересам это тоже стоси за это тоже соответственно 179 но доказать невозможно значит решил риэлтор да решил риэлтор взять скрытку причем скрытку такую довольно таки большую который попадает в крупный размер кстати если скрытка попадает под крупный размер это у нас крупный размер вы помните мы с вами говорили 250 тысяч 250 250 ты то скрытка под крупный размер с крупного крупный размер попадает под статью 165 у к там конечно символическое наказание там ничего страшного в реальности нет но соответственно это уже уголовное дело и скрытка и перекупка юриста перекупка адвоката естественно это все вот попадает сюда а в гражданском судопроизводстве это попадает под 179 если конечно удастся доказать факт скрытки злонамеренные соглашение сторон злонамеренный сговор ну ладно не буду рассказывать давай нет 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 ни одного случая привлечения к уголовной ответственности риэлтора за скрытку я вам назвать не могу не знаю что ну да действительно да до 250 больше рисковать не надо на самом деле ну точно так же как мы на прошлом занятии или на одном из прошлых занятий говорили с вами что до 250 любые расписки там о принятии аванса и прочее прочее то есть то что вы пишете расписку там за что-то лично от себя до 250 потому что уголовку могут так повернуть дело что вы будете виноваты по 159 части 3 если будет больше 250 а это уже можно в принципе теоретически если не защищаться и не платить хорошему адвокату можно и на срок наработать